Три тематические зоны, три линии обороны и получасовая экскурсия от первого лица. Такие преобразования вскоре могут ожидать экспозицию Сапун-горы под открытым небом. Для создания концепции реконструкции существующего пространства директор Музея героической обороны и освобождения Севастополя Александр Барков обратился к специалистам парка Федюхиной высоты. Это же идея, не нова. Это не реализованная часть проекта создания мемориального комплекса Сапун-гора. который был задуман архитектором Петропавловским и военным инженером Соколовским еще в 1959 году. Единственное, конечно, необходимо понимать современные условия и как сделать так, чтобы этот объект был применим в сегодняшние дни и был востребован с учетом большого количества людей. Пока концепция пишется, а в ней уже 150 страниц, саму идею обновления территории было решено озвучить. Площадку наполнят историческими объектами, реквизитом и подлинниками, и копиями. На ней будет создана обстановка, которая будет погружать экскурсанта и гостей музея в атмосферу мая 1944 года, в атмосферу Великой Отечественной войны, освобождения Севастополя. Одной из самых ярких идей для нового плацтеатра стало предложение об экскурсоводах. Это должны быть молодые люди, одетые в форму красноармейцев 1944 года, которые ведут экскурсию от первого лица. Они должны прийти и сказать «Здравствуйте экскурсантам! Я Василий Иванов, сержант такого-то стрелкового полка, который штурмовал эту гору, и сейчас я вам расскажу, как здесь все происходило». Разработчики концепции особое внимание хотят уделить наполнению экскурсионного маршрута по склону, на котором разворачивались бои при обороне и освобождении Севастополя во время Великой Отечественной войны. Экспозиция под открытым небом должна стать логическим продолжением экскурсии в диораме. Данная площадка разделена на три смысловые локации. Каждая локация будет посвящена отдельному периоду в освобождении Севастополя. Эти локации связаны между собой транспортно, для технических нужд. Через них должна проходить гравийная дорога, стилизованная под такую гравийную дорогу, которая была вела на Сапунгору в 1944 году. И связанность этой площадки осуществляется экскурсионным маршрутом. Вот он с зелеными стрелочками здесь показан. Первая локация плацтеатра будет представлять собой ближний тыл вермахта. Ее реконструкторы называют «На подходах к Севастополю». Они видят разгромленную немецкую колонну, которая там стоит, брошенные отцепленные орудия, сожженный грузовик. Вторая локация – оборонительные позиции. Здесь будут три линии окопов, на последней из которых будут воссозданы пулеметные точки, наблюдательные колпаки и прочие элементы настоящей линии укреплений. Этот окоп станет частью экскурсионного маршрута. Третья локация называется «Ближний тыл РККА». Она посвящена воинам-победителям, которые уже заняли немецкие позиции и обустроились на них. Вот только что выкинули портреты Гитлера, там уже разместился политотдел. Здесь экскурсантов ждет рассказ о Красной армии. Рядом – постоянно дымящаяся полевая кухня и реконструкторы в форме наших бойцов, занятые повседневными делами. Станислав Нагорный отметил, что придумать наполнение и принцип работы обновленного плацтеатра ему помогла большая команда специалистов, признанных экспертов в деле сохранения истории Севастополя, а также собственный опыт создания интерактивных площадок на Федюхиных высотах. «Мы предлагаем сделать такую же экспозиционную площадку – огромный музей под открытым небом. Будет она называться «На пути к победе. Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года». По словам Александра Баркова, на реализацию проекта деньги найдутся. «Музей обороны Севастополя – это ключевое учреждение военной истории не только Севастополя и Крыма, но и всего юга России. Поэтому, учитывая его особый статус, наличие большого количества друзей у музея, я думаю, что мы вместе решим вопрос с финансированием и предполагаем, что определенную часть работы нам очень хотелось бы выполнить ее. Хотя бы первые этапы, может быть, не все, к 9 мая, к 7 мая, точнее, мая, было бы правильнее, 2022 года». Концепция создания новых музейных площадей под открытым небом с полностью прописанной экскурсией и сметной стоимостью проекта должна быть готова уже через месяц, сообщил директор музея. Проектирование займет еще 2-3 месяца. Присутствующие на совете назвали предложение очень интересным, что дает шанс появления в Севастополе новой точки притяжения, которая имеет потенциал стать многофункциональной. Здесь можно будет изучать историю, проводить реконструкции боев, снимать фильмы, устраивать детские зорницы и тактические игры. «Эти планы могут уходить своей протяженностью за грань даже человеческой жизни. Это можно десятилетиями улучшать эту площадку, раскладывать эти гильзы, менять экспозицию. Но если все сделать с любовью, то и музей, и город получат такой объект, который станет знаковым, который станет его лицом и который будет достоин нашего города». Ксения Багинская, Елена Асач, Александр Устич, Дмитрий Лилека, Севинформбюро.